Продолжим выпуск. В Акимате, впрочем, не уточнили, как должны будут голосовать, к примеру, люди старше 65 лет. Ведь им врачи рекомендуют оставаться дома. Между тем, ведь ситуация с коронавирусом в стране ухудшается с каждой минутой. Заболеваемость растет почти во всех регионах Казахстана. За последние сутки с положительным ПЦР-тестом выявили почти 700 человек. Наряду с этим увеличилось число больных пневмонии. Суточный прирост подскочил сразу в 11 раз. Мирамгуль Салкимбаева расскажет подробнее о последних данных. Она сейчас на связи со студией. Мирамгуль, есть хоть какой-то проблес надежды? Добрый день, коллега. Жалгаз, к сожалению, порадовать нечем. Статистика показывает, что готовым нужно быть ко всему. В Нур-Султане произошел резкий прирост зараженных коронавирусом. Их число в столице в минувшие сутки выросло больше, чем вдвое. Сегодня COVID-19 заболели 682 человека в лидерах Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанской области и Нур-Султан. В столице коронавирус подтвердился сразу у 79 человек. Вместе с коронавирусом растет уровень заболеваемости пневмонии. За последние сутки в стране выявили 268 случаев болезни, в то время как сутками ранее насчитывалось всего 23 факта. Таким образом, прирост вырос больше, чем в 11 раз. Успокаивает лишь то, что от болезни за последние сутки не скончался ни один пациент. Напомню, еще вчера в Минздраве успокаивали. Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагомбетова заверила, что ситуация пока стабильная. Однако расслабляться не стоит, потому как регион, который сегодня, к примеру, зеленый, может завтра оказаться в желтой зоне. Отмечу, еще недавно в красной зоне были четыре области. Сегодня это только два региона. Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. В желтой Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская и Костанайская области. Всего в Казахстане 122 335 официально установленных случаев COVID-19. К слову, по данным ВОЗа, минувшую неделю в мире зарегистрировали почти 4 миллиона новых случаев коронавирусной инфекции. Жалгаз, такова статистика на сегодня. Передаю слово тебе. Спасибо, Миром Гуль, заболевшую.